Живут как в каменном веке. После пожара, произошедшего на прошлой неделе, жильцы многоквартирного дома в центре Саратова остались без света и частично без отопления. Огонь уничтожил около 200 квадратных метров кровли и повредил пластиковые трубы. Как живется людям при свечах? В каменный век окунулась Екатерина Барковская. Здесь в этой комнате, здесь в общем другого варианта нет. Только отсюда и пошло дальше распространиться на чердак и далее на соседнее помещение. Эту ночь Оксана Давыдова вспоминает с содроганием. Говорит, почувствовала запах гари и вышла на лестничную клетку. Из-под двери соседей напротив валил дым. Тут же вызвала пожарных. С момента ЧП прошла почти неделя. Все это время обитатели дома номер 3, дробь 5 по улице Советская живут как в каменном веке, без света. Его отрезали и пока не включают из-за опасности замыкания. Когда наступают сумерки, мы зажигаем фонарик и все дела делаем с фонариком. Еще свечечка. Стены и потолок квартиры Юлии Седовой после проливки здания пожарными. Мокрые насквозь. От недавнего сделанного в комнатах ремонта не осталось и следа. Юлия переживает, что холода не за горами, а крыши нет. По предварительным подсчетам жителей дома на ее ремонт необходимо около 400 тысяч рублей. Крыши у нас нет. Как мы будем жить в зиму, мы не знаем. У меня двое маленьких детей. Квартира у нас муниципальная. Где брать деньги на ремонт крыши и вообще на весь ремонт, мы не знаем. Управляющая компания отказалась от проблемного здания еще год назад. Многоквартирный дом на Советской был построен в начале 20 века. В здании со столетней историей ни разу не проводился капитальный ремонт. Хотя дом не был признан аварийным. Его состояние еще до пожара оставляло желать лучшего. Теперь же здесь жить просто опасно, говорят жильцы. Сын хотел компьютер взять, вот здесь стол стоял. А я его что-то отвлекла на минуту. Он ко мне повернулся в этот момент. Отвалился потолок, все. Телевизор на полу, компьютер на полу, грязи. Не оставить погорельцев один на один с этой проблемой обещали сотрудники районной администрации. Как только просохнут стены, специалисты планируют вернуть в квартиры электроэнергию. А также помочь жильцам с ремонтом кровли. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.